Беседа первая на Святую Пятидесятницу, и о том, почему ныне не бывает знамений, и что дела и слова наши записываются. Опять праздник, опять торжество, и опять многочадная и чадолюбивая церковь украшается множеством чад. Но какая ей польза чадолюбия, если она только в празднике, а не постоянно видит вожделенные лица своих детей? Подобно тому, как если бы кто, имея прекрасную одежду, не имел дозволения пользоваться ею постоянно. Многочисленность приходящих есть одежда церкви, как и пророк в древности сказал, говоря о церкви. Исайя 49.18 Возведи очи твои, посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты обличешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Как целомудренная и благородная женщина, облегшись в одежду, простирающейся до пят, кажется благообразнейшей, лучшую, так и церковь, покрываясь множеством тел ваших, как бы длинной одеждой, является сегодня более блистательной. Не видно у ней сегодня ни одной части обнаженной, как в предшествующие дни. Виновники же тогдашнего ее обнажения, те, которые только сегодня пришли, они всегда прикрывают мать свою. А что немалая опасность видеть мать свою обнаженную. Вспомним древнюю историю. Вспомним о том, кто видел отца своего обнаженным. И за этот взгляд потерпел наказание. Хотя не он сам обнажил отца, но только увидел отца обнаженным. Однако он не избавился от наказания за то, только что увидел. Те же, которые пришли сегодня, а прежде не приходили, не только видят мать свою обнаженную, но делают ее обнаженную. Если же видевший наготу не избег наказания, то как могут удостоиться прощения те, которые причиняют наготу? Это я говорю, желая не устрашить вас, но для того, чтобы нам избежать наказания, чтобы избежать проклятия хама, чтобы заслужить благоволение, подражая Симу и Иофету, и чтобы нам всегда прикрывать мать свою. Это иудеям свойственно было являться пред Богом только трижды в год. Им было сказано, трижды в год доявишься пред Господом Богом твоим. Исход 23.17. А от нас Бог желает, чтобы мы являлись пред Ним непрестанно. У них причиной столь немногих собраний были расстояния мест. Когда богослужение ограничено, было одним местом. Времена их собрания и присутствования при нем были немногочисленны, так как необходимо было поклоняться в Иерусалиме. А в другом месте нигде. Поэтому им повелено являться пред Богом трижды в год. Расстояние пути служило им оправданием. А для нас не может быть никакого способа оправдания. Они были рассеяны по всей земле. Было же, как в Иерусалиме, живущие иудеи, и мужи благоговеяны от всех народов под небесами. Деяние 2.5. А мы все живем в одном городе, обитаем в одних и тех же стенах. Часто не отделяемся от церкви даже одним переулком. И однако так редко заходим в это священное собрание, как будто мы отделены широкими морями. Им повелено было праздновать только в три времени. А нам повелено делать это непрестанно, так как у нас всегда праздник. А дабы нам удостовериться, что у нас всегда праздник, я скажу вам о причинах праздников, и вы узнаете, что у нас каждый день праздник. Итак, первый праздник у нас Бога явление. Какая же причина этого праздника? Та, что Бог на земле явился и с человеками пожил. Варуф 3.38. Та, что Бог, Единородный Сын Божий был с нами, а это бывает всегда. Вот, говорит, я с вами во все дни до скончания века. Посему Богоявление можно праздновать во все дни. Что значит праздник Пасхи? Какая его причина? Мы тогда возвещаем смерть Господа. Это и есть Пасха. Но и это мы делаем не в одно определенное время. Павел желая доставить нам независимость от времен и показать, что можно всегда совершить Пасху, говорит, «Всякий раз, когда вы идите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Итак, если мы всегда можем возвещать смерть Господню, то можем всегда совершать и Пасху. Хотите ли знать, что и сегодняшний праздник может быть совершаем ежедневно или лучше, что он бывает ежедневно? Послушаем, посмотрим, какая причина настоящего праздника и почему мы празднуем его. Это потому, что Дух не шел к нам. Как единородный Сын Божий находится с людьми верными, так и Дух Божий. Откуда известно? Если любите меня, говорит Спаситель, соблюдете заповеди мои. И я умолю Отца и пошлет иного утешителя. Да будет с вами вовек Дух Истины. Иоанна 14, 15. Посему, как Христос сказал о себе, «Сея с вами во все недоскончания века, и мы можем всегда праздновать Богоявление». Так и о Духе Он сказал. «Будет с вами вовек, и мы можем всегда праздновать Пятидесятницу». 496. Дабы вам убедиться, что нам можно праздновать постоянно, что нет для этого определенного времени. И мы не связаны с зависимостью от времени. Послушайте, что говорит Павел. «Поэтому празднуем». Тогда, когда он писал, это не было праздника, не было ни Пасхи, ни Богоявления, ни Пятидесятницы. Но он желает показать, что не время составляет праздник, а чистая совесть. Что праздник есть не что иное, как радость. Радость же духовную и разумную производит не что иное, как сознание добрых дел. Посему, кто имеет добрую совесть и такие же дела, тот может постоянно праздновать. И так, желая показать это самое, Павел сказал, «Поэтому празднуем не с закваской злобы или лукавства, но с опресниками чистоты и истины». Видишь ли, как он не связывает тебя с зависимостью от времен, но вещевает иметь чистую совесть. Я хотел бы употребить на это всю беседу, захватившие кого-нибудь в свои руки после долгого времени нелегко выпускает его. И так как мы вас, приходящих сюда через год, захватили в свои сети, то не хотим отпустить сегодня. Но чтобы вам не удалиться без наставления касательно праздника, надо б на от этого увещания обратить речь к причине праздника. Многие блага многократно не сходили с неба и до всего рода человечества. Но такие, какие неспосланы сегодня, не были неспосылаемы никогда прежде. Узнайте же, какие блага были прежде и какие сегодня, чтобы вам видеть различия между теми и другими. «Одождил Бог манну с небес, хлеб небесный дал им, хлеб ангельский ел человек. Дело поистине великое и достойное человека любе Божия». После того неспослан был огонь для исправления заблудшего народа иудейского и пожрал жертву жертвенника. Потом, когда все были источены голодом, был неспослан дождь и произвел великое плодородие. Велики эти блага и удивительны, но настоящие гораздо больше, потому что ни манна, огонь, ни дождь неспосланы сегодня, но поток духовных дарований, неспосланы свыше обильные дожди, ни землю возбуждающие к плодородию, но располагающие человеческое естество, воздавать плоды добродетели, возделывателю людей. И те, которые приняли каплю оттуда, тотчас забыли свое естество, и внезапно вся земля наполнилась ангелами, ангелами не небесными, но такими, которые в человеческом теле показывают добродетель свойственным бесплотным силам. Ни ангелы не зашли долу, но, что удивительнее, долния возвысились до их добродетели. Они не свергли плоти и ни одними душами восходили, но, пребывая в своем естестве, сделали с ангелами по произволению. А дабы ты знал, что и прежнее наказание, когда было сказано прахты, и в прах возвратишься. Не было наказанием. Бог благоволил оставить тебя на земле, чтобы еще более открылась сила духа, совершающая такие дела через бренное тело. В самом деле, можно было видеть, как бренный язык повелевает бесами. Можно было видеть, как бренная рука исцеляла болезни. Или лучше можно было видеть, как не рука, только бренная. Но что гораздо удивительнее тени бренных тел преодолевали и смерть, и бесплотные силы, то есть бесов. Как при появлении солнца тьма рассеивается, дитя и звери удаляются в свои лаговища, убийцы, разбойники, раскапыватели, могил убегают на вершины гор. Так и тогда, когда являлся Петр и возвышал свой голос. Тьма заблуждения рассеивалась, дьявол удалялся, бесы обращались в бегство, плотские страсти подавлялись, душевные болезни исцелялись. Всякий порог изгонялся, и добродетель водворялась на земле. Как если бы кто-нибудь из царской сокровищницы, заключающей в себе золото и драгоценные камни, мог взять хотя малую часть того, что с почетом охраняется в ней, хотя бы один только камень, то сделался бы обладателем великого богатства. Так и от уст апостольских. Уста их были царскими сокровищницами, заключавшими в себе сокровища исцелений. И каждое слово, исходящее из них, доставляло великое богатство духовное. Тогда поистине можно было видеть, что слово Господне вожделение золота и золота чистого. Так как чего не могли сделать ни золото, ни драгоценные камни, то делали слова Петра. Какое количество талантов золота могло бы исцелить хромого от рождения? А слово Петра в состоянии было исправить этот природный недостаток. Он сказал, во имя Иисуса Христа, встань и ходи. И слово стало делом. Видишь ли, как слова их в вожделении золота и множество драгоценных камней. Видишь ли, что уста их были царскими сокровищницами. Поистине они были и врачами вселенной, и земледельцами, и кормчими. Врачами, потому что исцеляли болезни. Земледельцами, потому что сеяли слово благочестие. Кормчими, потому что укращали бурю заблуждений. Посему и Христос иногда говорил им, как врачам, «Ходя, исцеляйте болящих». Иногда говорил, как земледельцам, «Вот я послал вас жать, в чем вы не трудились». А иногда беседовал с ними, как с кормчими и рыбарями, и говорил в одном месте, «Сделаю вас ловцами человеков». И Петру, не бойся, отныне будешь уловлять человеков. И можно было видеть чудеса за чудесами. За десять дней перед всем наше естество взошло на царский престол. А сегодня Дух Святый не шел на наше естество. Господь вознес наш начаток и не звел Дух Святаго. Иный Господь наделяет этими дарами, так как и Дух есть Господь. Домостроительство же о нас разделили между собою. Отец и Сын и Святый Дух. Еще не прошло десяти дней, как вознесся Христос. И уже не спасал Он нам духовные дарования, дары примирения, дабы никто не сомневался и не недоумевал, сделал ли что-нибудь Христос по вознесению, примирил ли с нами Отца, умилостил ли Его, дабы показать нам, что Он действительно примирил Его с нашим естеством. Он тотчас послал нам дары примирения. Так, когда враги соединяются и примиряются между собой, то за примирением тотчас следует обмен приветствий, дружеские приемы и дары. Вот и мы послали веру и получили оттуда дарование. Послали послушание и получили оправдание. 498. А чтобы вы знали, что дарование Святого Духа есть дар Божия примирения, я постараюсь убедить вас в этом исписании, сначала объяснив слова свои от противного и показав, что Бог удерживает благодать Духа, когда гневается на нас, дабы ты убедившись, что отсутствие Святого Духа есть знак Его гнева, и увидев, что Дух опять не спосылается, познал, что если бы он не примирился, то и не послал бы Духа Святого. Откуда же мы узнаем это? Престарелый Ильей был человек в других отношениях, почтенный и благоразумный, но не умевший исправлять порочность своих детей по чрезмерной к ним любви. Послушайте вы, которые имеете детей, «Как вы должны умерять свои к ним любовь и ласковость!» Илья огорчил этим Бога и привел его в такой гнев, что он отвратился от всего народа. Посему, написавший об этом, желая показать, что Бог совершенно отвратился от них, говорит, «Слово Господне было редкое, и видение нечастое». 1 Царство 3.1 Называя здесь честным «редкое», этим он выразил, что дары пророчества были редки тогда. Также другой, плача и рыдая о гневе Божьем, говорит, «И не было в это время князя и пророка». Евангелист говорит, «Ибо Дух Святой еще не сошел, потому что Иисус не был прославлен». Так как Он еще не был распят, то, говорит, и Дух Святой не был дарован людям. Прославлен – значит распят. Хотя это событие по природе своей позорно, но так как оно было совершено за любимых, то Христос называет его славою. А почему, скажи мне, Дух не был дарован прежде распятия? Иоанна 7.39 Потому что Вселенная была еще во грехах, в злобе, во вражде и бесчестии, так как еще не был принесен жертву Агнец, взявши на себя грехи мира. Итак, доколе Христос еще не был распят, да то ли не было и примирения, а доколе не было примирения, да то ли по справедливости не был неспослан и Дух. Таким образом, неспослание Духа есть знак примирения. Посему и Христос говорит, «Лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не приду, то утешитель не придет». Иоанна 16.7 «Если Я не пойду, — говорит Он, — и не примирю Отца, то не пошлю вам, утешители». Видели, сколько доказательств мы представили вам на то, что отсутствие Духа Святого в людях есть знак гнева Божия. Глагол Господень был редок, видение нечасто. Не было в это время ни князя, ни пророка Даниила 3.38. Дух Святой еще не сходил, ибо Иисус не был прославлен. «Если Я не пойду, — то не придет, — Дух утешитель». Итак, отсутствие Духа Святого есть знак гнева Божия. А когда ты видишь, что Дух Святой неспосылается обильно, то уже нисколько не сомневайся в примирении. Где же, скажешь, ныне Дух Святой? Тогда действительно можно было говорить это, когда были знамения, мертвы воскресали все, прокаженные ощущались. А ныне чем мы докажем, что Дух Святой с нами? Не бойтесь, я покажу, что Дух Святой пребывает и у нас ныне. Как и каким образом? Так, если бы не было у нас Духа Святого, то как эти просвещенные в этой священной ночь избавились бы от грехов? Без действия Духа не может быть отпущения грехов. Послушайте Павла, который говорит. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости баней возрождения и обновления Духом Святым». И тут 3.3. Еще в другом месте. «Не обманывайтесь!» Первое Коринфянам 6.9.10. «Не знаете, что неправедное Царствие Божие не наследует? Не обманывайтесь ни блудники, ни дослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследуют!» «Видишь ли, все виды пороков? И такие мы были, некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Видишь ли, что Дух Святый изгладил все те пороки?» 500. «Где теперь хулящее достоинство Духа? Если Он не отпускает грехов, то напрасно принимается в крещении. Если же Он отпускает грехи, то напрасно хулиться еретиками. Если бы не было Духа Святого, то мы не могли бы назвать Господом Иисуса, потому что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». 1 Коринфянам 12.3 «Если бы не было Духа Святого, то мы, верные, не могли бы призывать Бога, а мы говорим «Отче наш, и же и си на небесех». Как не могли бы мы назвать Иисуса Господом, так не могли бы назвать Его и Бога Отцом». Откуда это видно? Из слов того же апостола. «Потому что вы сыны, — говорит он, — послал Бог Духа Сына Своего в сердца ваши, вопиющего Ава Отче». Итак, когда ты называешь Отцом, то помни, что ты удостоился так называть Его, потому что Дух движет твою душу. Если бы не было Духа, то в Церкви не было бы слова премудрости и ведения. Одному дается Духом слово премудрости, а другому слово разумения. Если бы не было Святого Духа, то не было бы в Церкви пастырей и учителей, потому что и они поставляются Духом, как и Павел говорит, в котором Дух Святой поставил вас пастырями и епископами. Видишь ли, что это от Духа. Если бы не было Духа Святого в нашем общем, Отце и Учителе, то когда незалого перед тем Он входил на это священное возвышение и преподал всем вам мир, вы не ответствовали бы Ему вместе со всеми Духами Твоему. Посему не только тогда, когда Он восходил сюда и беседует с вами или молится за вас, вы произносите эти слова, но и тогда, когда Он предстоит перед этой священной трапезой, когда намеревается принести страшную жертву, посвященный в тайны, знает, о чем я говорю. Он не касается предлежащего прежде, нежели и спросить вам благодать от Господа, и вы ответите Ему и Духове Твоему, напоминая себе этим ответом, что Сам Присутствующий ничего не совершает, и что предлежащие дары совершаются нечеловеческим естеством, но благодать Духа Присущая и на все нисходящее уготовляет эту таинственную жертву, хотя присутствует человек, но действует через него Бог. Итак, не смотри на природу видимого, но представляй благодать невидимую. На этом священном престоле не совершается ничего человеческого. Если бы не присутствовал Дух, то не существовала бы и Церковь. Если же Церковь существует, очевидно, что Дух присутствует. Почему же, скажешь, не бывает ныне знамений? Здесь слушайте меня со вниманием. Я от многих слышу этот непрестанный и всегдашний вопрос. Почему тогда все крещаемые говорили языками, а ныне уже нет? Наперед узнаем, что значит говорить языками, а потом скажем и причину. Что же значит говорить языками? Крещаемый тотчас начинал говорить на языке индийцев, египтян, перцев, скипов, ракиян, и один человек получал многие языки. Если бы эти крещеные ныне крещены были тогда, то ты тотчас услышал бы их говорящими разными языками. Павел, говорится в Писании, на фетре некоторых крещеных, крещением Янам сказал им, приняли ли вы Духа Святого к крести у веру? Они же сказали к нему, а мы не слыхали, есть ли Дух Святый. Он тотчас повелел им крестить, и возложил Павел на них руки, и сошел на них Дух Святой, и все начали говорить на незнакомых языках. Деяние 19. Почему же ныне прекращена и отъяса от людей эта благодать? Не потому, чтобы Бог хотел унизить нас, но потому, напротив, что оказывает нам великую честь. Как? Я скажу. В то время люди, недавно отставшие от идолов, были более несмысленны, ум их был еще очень туп и груб. Они были преданы и изумлялись всему вещественному. У них еще не было никакого понятия о дарах бестелесных. И они не знали даже, что такое благодать духовная и созерцаемая одной верою. Поэтому тогда и были знамения. Один из духовных дарований, одни, невидимые и постигается одной только верою. А другие обнаруживаются и в чувственном знамении для удостоверения неверных. Например, отпущение грехов есть дело духовное. Есть дар невидимый, потому что мы не видим телесными глазами, как очищаются грехи наши. Почему? Потому что очищается душа, а душа не бывает видимо телесными очами. Итак, очищение грехов есть дар духовный, который не может быть заметен для телесных очей, а способность говорить разными языками, хотя также происходит от духовного действия духа. Однако представляет знамение чувственное и удобозримое для неверных. Язык, слышимый вне, есть обнаружение и показатель действия происходящего внутри души, то есть невидимого. Посему и Павел говорит, каждому дается проявление духа на пользу. Итак, я не имею ныне нужды в знамениях. Почему? Потому что и без зарования знамений я научился веровать во владыку. Неверующий имеет нужду в залоге, а я верующий не нуждаюсь ни в залоге, ни в знамении. Но хотя я и не говорю языками, однако знаю, что я очищен от грехов. Все тогда не поверили бы, если бы не получили знамения. Поэтому им и давалось знамение, как залог веры, который они веровали. Так что знамения давались им не как верным, но как еще неверным, чтобы они сделались верными. Так и Павел говорит. Знамения неверующим, но неверующим. Видите ли, что прекращение знамений служит доказательством не того, что Бог унижает нас, но того, что Он оказывает нам честь. Он сделал это, желая показать веру нашу, что мы веруем в Него без дологов и знамений. Те, если бы наперед не получили знамений и залога, то не поверили бы ему в невидимом. А я и без этого показываю всю веру. Вот причина, почему ныне не бывает знамений. 502. Хотел бы я сказать о причине праздника и показать, что такое Пятидесятница, почему в этот праздник подан дар, почему в огненных языках, и почему через десять дней, но вижу, что поучение слишком затянулось. Поэтому, прибавив немногое, окончу речь. Деяния апостолов, 2 глава, 1 по 3 стих. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Не огненные, но как огненные, чтобы ты не подозревал в духе ничего чувственного. Как на струе яорданские он сошел не голубем, но в виде голубя, так и здесь не огнем, но в виде огня. Так же и выше сказано, как бы носимо от ветра бурного, не дыхания бурного, но как бы от ветра бурного. Почему же Иезекииль получил дар пророчества не посредством подобия огня, но посредством книги, и апостолы получают дары посредством огня. О нем говорится, что Бог дал в уста его свиток книжный, в котором вписано рыдание и жалость и горе, и пыль списано было переднее и заднее Иезекииля 2.9. И он съел его и было в устах его как мед сладкое. А об апостолах не так, но явились им языки как бы огненные. Итак, почему там свиток и письмена, а здесь язык и огонь, потому что тот шел облегчать грехи и оплакивать иудейские бедствия, а эти шли истреблять грехи вселенной. Посему тот получил свиток для памятования о грядущих бедствиях, а эти получили огонь, чтобы попалить и истребить все грехи вселенной. Так огонь, упав в тернии, легко истребляет его всецело, так и благодать духа истребляет грехи людей, но при этом события бесчувственные иудеи, вместо того, чтобы изумляться, трепетать и поклоняться, подателю дара, опять показывает свое собственное безумие, обвиняя апостолов, исполненных духом, в опьянении, они говорят, напились вина, представь неблагодарность людей и посмотри на благодарность ангелов. А ангелы, увидев начаток наш возводимым на небо, радовались и говорили, поднимите врата верхи ваши и поднимите звери вечные, и войдет царь славы, столом 23,7. А люди, увидев не шедшие к ним благодать духа, говорят, что принявшие благодать пьяны, и не смутились даже временем года, ведь во время весны невозможно было найти вина, а тогда была весна. Впрочем, оставим их и посмотрим на воздаяние человеколюбивого Бога. Христос взял начаток нашего естества и воздал нам благодать духа. И как бывает после продолжительной войны, когда кончено сражение и заключается мир, так что бывшие между собой во вражде дают друг другу поруку и заложников, так произошло и между Богом и человеческим естеством. Оно послало ему в поруку и заложникам свой начаток, который вознес Христос, а он взамен послал нам в поруку и заложникам Духа Святого. А что мы имеем в поруку и заложник, это видно из следующего. Порука и заложники должны быть царского рода, поэтому неспослан нам Дух Святый, как царственный по естеству, равно как и вознесшийся от нас был царского рода, потому что он был от семени Давидова. Поэтому я уже больше не страшусь, так как начаток наш восседает в горе, поэтому хотя бы кто говорил мне о червене умирающем или об огне неугасающем или о других наказаниях и мучениях, я уже не боюсь, или лучше хотя и боюсь, но не отчаиваясь в своем спасении. В самом деле, если бы Бог не желал даровать великие благо роду нашему, то не взял бы начатка нашего горе. Прежде мы, взирая на небо и представляя бесплодные силы, ихнее усматривали свое ничтожество через сравнение с высшими силами. А теперь, когда мы хотим видеть свое благородство, то взираем горе на небо, на самый престол царский, там восседает начаток от нас. Так и придет Сын Божий с неба судить нас. Поэтому будем приготовляться, чтобы не лишиться той славы. А непременно придет и не замедлит общий наш владыка, придет, ведя с собой воинство, полки ангелов, соборы архангелов, трои мучеников, лики праведников, сонмы пророков и апостолов. И среди этих невещественных воинств явится сам как царь в невыразимой и неизреченной славе. 504. Итак, будем делать все, чтобы не лишиться той славы. Хотите ли я скажу и страшное? Это не для того, чтобы опечалить вас, но чтобы исправить. Тогда перед тем престолом будет течь река огненная. Тогда раскроются книги, суд будет страшный и ужасный. Как в судилище будут считаны записи о нашей жизни. Об этих книгах много говорят и пророки. Так Моисей говорит, если не оставишь им грех, то и меня изглотишь книги, в которую вписал. Так же Христос говорил ученикам, а всем не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. И пророк Давид Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. 138-16 И еще Да истребятся из книги живых и с праведными да не напишутся. Видишь ли, что одни изглаждаются, а другие и вписываются. Хочешь ли знать, что не только праведные вписываются в тех книгах, но вписаны там и грехи наши. Теперь время праздника, будем поучаться тому, чем мы можем избавиться от наказания. Страшное это слово, но вместе полезно и прибыльно, потому что избавляет нас от необходимости испытать наказание на самом деле. Итак, будем знать, что грехи записываются, и что мы здесь не скажем, тотчас вносится туда и записывается. Откуда это известно? О таких предметах нельзя изъясняться просто. Малахия говорит иудеям, горе прогневляющим Господа. Чем мы прогневляем тебя? Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий делающий зло хорош предачами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия? 2.17 Вот мы сохраняем законы его и ублажаем нечестивых. Мы говорили, они ежедневно служим, а другие наслаждаются благами. 3.14 Это часто говорят и рабы о господах. Впрочем, человеку говорить это о человеке не столь опасно, хотя и опасно, но говорить это об общем владыке вселенной, владыке милостивом и человеколюбивом, достойно всякого суждения и крайнего наказания. А дабы тебе убедиться, что такие слова записываются, послушай, что говорит пророк, вот это написано в книге живущих пред лицом Бога, памятная книга. записывается не потому, чтобы Богу вспомнить день, но чтобы представить книгу как некоторую улику и обвинение. Может быть, я потряс душу вашу страхом, но не вашу, а наперед свою. Итак, прекращу речь или лучший страх, а еще лучше не прекращу, но смягчу. Пусть он остается и очищает душу вашу, но суровость его мы уменьшим. Как же мы можем уменьшить ее, если покажем, что грехи не только записываются, но и изглаждаются. Судилище все, что подсудимый не скажет при записывании, непременно записывается навсегда и уже не может быть изглаждено. А в той книге хотя бы ты и сказал что-нибудь худое, потом, если захочешь опять изгладиться. Откуда это известно? Из Писания. Отврати лицо твое, говорит псалмопевец, от грехов моих и все беззакония моя очисти. Никто не изглаждает того, что не написано. И так как грехи записаны, то он и молится об их изглаждении, а некто другой научает и тому, как они изглаждаются. Мило с ними, говорит, очищаются грехи. Не только изглаждаются, но и очищаются. Так что не остается и следа. Притом изглаждается не только то, что вписано после крещения, но и то, что вписано прежде это мавовение. Все то очищается водой крещения крестом Христовым, как говорит Павел. Истребил рукописание, которое было против нас, взял его от среды и пригвоздил его ко кресту. Колоссянам 2.14 Видишь ли, как изглаждено это рукописание. И не только изглаждено, но и разорвано. Гвозди крестные так разорвали его, что оно сделалось непригодным. Впрочем, это все изглаждено благодатью и человеколюбивой силой распятого Христа. А сделанное после крещения требует великого старания, чтобы оно опять было изглаждено. Так как уже нет второго умовения, а нужны наши слезы, покаяние, исповедь, милостыня, молитвы и всякое другое благочестивое занятие, то и очищаются сделанные после крещения грехи с великим трудом и усилием. Итак, будем прилагать всякое старание, чтобы изгладить их здесь, избавиться от тамошнего стыда и наказания. И хотя бы мы сделали бесчисленное множество грехов, мы можем, если захотим, сложить все это бремя грехов. Будем же иметь такое желание, потому что гораздо лучше немного потрудиться здесь и избавиться от неизбежного наказания, нежели проведшее это краткое время в нерадении спать в те нескончаемые мучения. Впрочем, уже время обозреть сказанное. Мы сделали укор приходящим сюда только через год, что они оставляют мать свою обнаженную. Напомнили им древние события и проклятия и благословения. Беседовали о праздниках иудейских и о том, почему Бог повелел иудеям являться перед ним трижды в год. Сказали, что у нас праздник бывает во всякое время, Пятидесятница и Пасха и Богоявления. Сказали, что праздник производится чистой совестью, а не определенным кругом дней и времен. Потом мы перешли к дарам, неспособным свыше. Сказали, что они суть знак примирения. Доказали присутствие Духа Святого отпущением грехов, ответом пастырю, словом премудрости, ведения, рукоположениями, таинственной жертвой. Сказали, что мы имеем взаимных заложников и поруку. Присовокупили причину, по которой ныне уже не видны знамения. После того напомнили о страшном суде, о книгах, которые тогда раскроются, и о том, что все наши грехи записываются. Объяснили, что они опять изглаждаются, если мы захотим. Помните все это. Если же невозможно помнить все, то из всего удержите в памяти сказанное о книгах. И все, что бы вы ни говорили, говорите с осторожностью, точно имея при себе записчика. Всегда сохраняйте эти слова в свежей памяти, чтобы тем из вас, которые вписаны в книги праведных, умножать добродетель. А тем из вас, которые имеют записанными много грехов, изгладите их здесь, когда никто не видит и избавитесь от будущего их обнаружения. не избавиться. А возможно, как мы показали, изгладить все записанные грехи старанием, возможно, молитвой и усиленным благочестием. И так будем стараться об этом во всякое время, чтобы по отшествии туда нам получить прощение и всем избежать неминуемых наказаний, чтобы, избавившись от них, всем нам удостоится царство небесное, благодать и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.